Доброе утро, дорогие друзья! С вами в студии Мадина Лайпанова и мы продолжаем наше вещание. Каждое третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. В области медицины трудятся миллионы наших соотечественников – врачи, медсестры, фельдшеры, работники скорой и санитары. Но всех их объединяет общее желание – помогать тем, кто в этом нуждается. И наш сегодняшний гость – не исключение. Но прежде чем мы с ним познакомимся, я предлагаю узнать, какая погода ждет нас в эту пятницу. В Черкесске кратковременный дождь и гроза, ветер западный 6,11, температура ночью 14,16, а днем 23,25 градусов тепла. Итак, друзья, сегодня к нам в гости пришел кандидат медицинских наук, потомственный врач, заведующий онкоурологического отделения республиканского онкодиспансера Хунов Аслан Заудинович. Здравствуйте, Аслан Заудинович. В первую очередь, позвольте поздравить вас с наступающим профессиональным праздником и пожелать, конечно же, успехов в вашей работе. Но прежде чем мы поговорим о вашей профессиональной деятельности, давайте расскажем нашим телезрителям больше о вас. Я вот сказала о том, что вы потомственный врач. Давайте расскажем, кто у вас в семье уже предшественник ваш, да, первопроходец, и почему вы выбрали, собственно, эту профессию, почему решили пойти по стопам. Ну, у меня папа Хунов Заудин Дагазович, я думаю, известный врач в республике и не только в республике, заслуженный доктор. Много у него регалий, более, ну, около 60 лет врачебного стажа, работал в Хабецкой ЦРБ, в Джигутинской ЦРБ главным врачом. Сейчас главный врач санаторий-профилактория «Солнечный». Во многом уже даже то, что и отец был врачом, как-то уже по этой теме шли с детства постоянно, непосредственно и на работе. В детстве сколько было, ну, мальчики молодые, всегда бегаешь, всегда прыгаешь. То есть вы с детства были в этой атмосфере, да? Папа несколько раз меня и зашивал, и руки, и лоб, и ноги, поэтому непосредственно уже был и пациентом. А в семье, помимо меня, еще и младшая сестра тоже она, Шебзухова Лилия Заудиновна, заведующая гинекологическим отделением, да, в перинатальном центре, тоже медик. Поэтому тут... У вас не было выбора, да? Ну, не то, что не было, да, уже никто и не спрашивал. Медик и медик, все. Все, понятно. А мама? Мама работала длительное время в Джигутинской поликлинике, старшей медсестрой. То есть тоже врач, ну, по медицинской. Старшая медсестра, тоже медицинская стезя. Тогда позвольте поздравить с наступающим праздником всю вашу семью, не только вас лично. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот вы на сегодняшний день заведующий онкологического, онкоурологического отделения. Да, да. А почему вы выбрали именно это направление и как вот вообще вы пришли в эту специальность именно? Ну, в 1997 году поступил в Российский университет дружбы народов, проучился, окончил ординатуру, аспирантуру, защитился. И работал около, ну, чуть больше 10 лет в Москве, в больнице, там такая есть городская клиническая больница, номер 29, утолимая печаль, графиня Шаховская. Да, она так и называлась, это была больница. Серьезно, прямо название такое? Да, ей больше, ну, около 130-140 лет начиналась вот графиня Шаховская, она на свои деньги, на пожертвования создала такую маленькую лечебницу, в которую приходили все малоимущие, и она их лечила бесплатно. Потихоньку это уже стала сейчас на сегодняшний день крупная больница Юго-Восточного округа Москвы, в которой, ну, вот на тот момент, на 2014 год, когда я увольнялся, было более тысячи коек. Сейчас очень много отделений, даже сейчас не могу сказать сколько, это центральная больница, я еще повторюсь, Юго-Восточного округа. Непосредственно прожив там 18 лет, отучившись в Москве, вернулся, да, вернулся сюда, где родился, там и пригодился, так сказать. Ну, это вообще удивительно, столько лет прожить в столице, и что вас подвигло все-таки вернуться? Короче, у Черкесии хоть и родина, но маленькая, тем не менее. Ну, я же говорю, где родился, там и пригодился, непосредственно уже в онкодиспансере, работал как урологом, и уже под приезде в новый онкодиспансер, уже стал заведующим онкорологического отделения, под, скажем так, под главным врачом, под руководством, поэтому наш диспансер сейчас, на сегодняшний день, имеет огромный, скажем так, опыт лечения больных. Постоянно у нас проводится на территории больных диспансера много конференций, симпозиумы, достаточно много врачей с Центральной России приезжают на мастер-классы. Мы, скажем так, можем консультироваться и отправлять данные больных, самих больных, можем направлять в Центральные клиники, непосредственно это Москва, Питер. Ну, то есть, возможности сегодня у онкологического диспансера. Возможности, очень, у диспансера, да, так скажем, надеюсь, не ограничены. Ну, стоит упомянуть, что помимо различных обучений, симпозиумов, у нас также на базе онкодиспансера проводятся уникальные операции, и вообще большое количество операций. И даже вы сегодня, да, придя к нам на программу, да, немного задержались, потому что вы проводили операции. Скажите, вы, получается, практикующий хирург, не просто заведующий, то есть не только управленец, но и именно... Ну, отделение у нас небольшое, скажем так, на 12 коек, но в отделении много больных, именно онкологических, онкоурологических больных. Мы также оперируем и чистую урологию, без онкологии. Я же, опять же говорю, спектр у нас именно по урологическим, по онкоурологическим операциям не ограничен. Мы выполняем большой, ну, большой объем операций. Я думаю, я никого не удивлю, если скажу, что, ну, на СКФО мы достаточно в неплохом состоянии. Там не только я оперирую, у нас есть доктора, которые тоже очень грамотно оперируют, сам главный врач тоже оперирует у нас. Поэтому у нас... Все практически при деле, да? У нас, да, да, у нас все хорошо в отделении, в диспансере, поэтому, скажем так, не приходится бездельничать. А если говорить о статистике заболеваний, вообще часто болеют, ну, скажем так, раком по урологической стезе? Вообще такое часто? Да, не только по урологической стезе, скажем так, за последнее время идет всплеск онкологических больных. Но, скажем так, раньше, если был там прирост большой именно в третьей, в четвертой стадии, то на сегодняшний день достаточно выявляемость идет первой, второй стадии. Что не может не радовать. Это, да, это очень радует. Но и сам по себе прирост онкологических больных, ну, скажем так, он с каждым годом растет. В процентных соотношениях сейчас не могу вам точно сказать, но, к сожалению, да, к сожалению, растет. Но, может быть, это во многом связано именно с выявляемостью, что лучше стали как-то выявлять, или больше люди стали выявлять внимание? Ну, у нас, скажем так, онконастороженность, все-таки ее не надо упускать. Достаточно многие врачи, они ориентируются и, ну, скажем так, что-то подозрительное к нам направляют. Сразу. Да, сейчас из других регионов тоже отправляют. Вот сегодня был звонок с Кабардино-Балкарией, хотят тоже прислать больного с опухолью почки. Ну, много больных, много заболеваний онкологических, не только онкологических, и рак легкого, по гинекологии большой идет всплеск больных. Ну, это и экология, и еда. Стресс. Ну, стресс, стресс, да. Наверное. Возможно, да. Скажите, пожалуйста, Аслан Заводинович, вот вы, ну, большую часть своей жизни на данный момент отдали медицине, да? Вот как вы считаете, медицина это все-таки призвание, или человек как-то, ну, может из каких-то прагматичных целей выбирать данную профессию? Нет, я считаю, что медицина должно быть призванием, потому что, ну, у меня есть знакомые, которые пошли учиться, ну, два-три курса выдержат и просто говорят, это не мое, и уходят. Даже непосредственно во время учебы у нас были такие ребята, которые, ну, даже до четвертого курса не доходили. Ну, у тебя должно быть желание, стремление к чему-то новому, самообучение. Это большой список, который у человека, его воспитывает как врача, как доктора, в первую очередь. Восемь лет учиться, это минимум, да? Это, ну, серьезный строк. Нет, я учился не восемь лет, это семь лет бакалавриат, два года ординатура, три года аспирантура, это уже тринадцать лет. Тринадцать лет, да. Ну, не каждый выдержит, просто морально даже. Тринадцать лет, и плюс еще непосредственно и учился, и работал сразу, практиковали, там, оперировали. Ну, вот у нас, как бы, как правило, принято, да, вот восхвалять врачей, говорить, что вот это такая серьезная профессия. Но не стоит, наверное, забывать и про медсестеры, и про младшие санитарды, да, вот персонал. Вот насколько вам в работе помогают медсестры и вот санитары, ну, не врачи, скажем так. Ну, от младшего медперсонала у нас все зависит, тем более от умной, грамотной медсестры. Потому что врач, он врач, да, но помощь все равно нужна. Медсестры, это наша, скажем так, и опора, да, и правая рука. Да, младший медперсонал, санитарочки, уборщицы, это лицо отделения в любом случае, больницы лицо. Почему? Потому что чистота, это все уже от них зависит. Мы непосредственно можем на что-то указывать, но в основном всем сестрами и всеми младшим медперсоналом, конечно же, управляет старшие у нас медсестры в отделениях, которым большое спасибо и медсестрам, и санитарочкам. Непосредственно от них, как вы сказали, это многое зависит тоже в отделении. Организация вашей работы получается, да? В течение вашего большого такого стажа работы наверняка вы сталкивались с очень интересными случаями, которые вам запомнились на всю жизнь. Может быть, пациенты какие-то отдельные, может быть, болезнь была не такая прям уникальная, но пациент был интересный. Вот вы могли бы какую-то историю рассказать из своей практики? Ну, учитывая специфику мою урологическую, может, не стоит рассказывать. Хорошо, все, мы поняли. Ну, может быть. А вообще сталкивались с какими-то такими уникальными случаями, может быть, именно по истории болезни, которого вот никогда больше не повторялось такое? Или операция, может, была какая-то? Нет, ну, у нас вот недавно мы оперировали у нас в диспансере, недавно оперировали больного с раком почки, с тромбом в нижней полой вени. Такой уникальный, да? Такой сложный, наверное. Да, да. Такие раньше операции мы не делали в республике, мы всегда отправляли в центральной клинике. Ну, вот рискнули, сделали, получилось. Больной сейчас активный, двигается, передвигается. Ну, и спасибо говорит. А, скажите, у вас, так как семья медиков, вы обсуждаете вот ситуации дома? Ну, приносите с работы? Ну, стараемся меньше это обсуждать. Ага, ну, этого не избежать, да? Ну, соответственно, конечно, это не получается. А спрашиваете какое-то мнение, может быть, у отца? Это обязательно, обязательно. Он дает, да, советы какие-то? Конечно, конечно. А оценку? Для вас вообще важно, ну, как бы, скажем так, одобрение отца, может быть? Он как-то говорит, вот, молодец, ты как врач это правильно сделал. Или наоборот, может... Ну, это, в первую очередь, как сыну, как ребенку всегда хвала отца, это есть хвала отца, в любом случае, это всегда приятно. Даже он строгий сам по себе, он не будет расхваливать, достаточно сказать ему молодец, как вы говорите. Это выше всех похвал, да? Это выше всех похвал, да. А у нас в обществе принято считать, что профессия врача и учителя по любви, да? Ну, как бы мы уже об этом и сказали, вы тоже это подтвердили. На данный момент, как вы считаете, вот, положение медперсонала, вообще медицинских работников в нашей стране, насколько оно, ну, скажем так, стабильно и хорошее ли, лучше ли стало за последние годы, хотя бы в нашей республике? Ну, в нашей республике, конечно, статус медицинского работника еще уважаем, скажем так. Даже незначительные правонарушения где-то во время дорожных ПДД, если сотрудник ГИБДД остановит, он может и, ну, снисхождение проявить. То есть уважение, скажем так, к врачам все-таки. А в принципе по России, я думаю, что в связи с последними этими событиями, ковидом и так далее, статус медработника в любом случае вырос. Почему? Потому что, ну, в основном... Вы помнили все, что врачи нужны. Все, все вот это легло на плечи именно и врачей, и младшего медперсонала, и санитарок. Сколько мы работали в режиме этом в ковидном. Ну, это обыватель не видит, это непосредственно с этим сталкивается больной, который попал в этот госпиталь, который попал в эту среду, в этот период. И многие благодарны, многие благодарны, говорят спасибо, там, был тяжелый, вышел, сейчас работает. На сегодняшний день у нас положение такое, мы всем обеспечены, в диспансере все есть. Зарплаты неплохие, да, у нас и медоборудование хорошее, препараты у нас, именно специализированные препараты, у нас все, даже несмотря на эти санкции... Все присутствует, да? Все, да, все присутствует. Ну, конечно, страдаем, но в любом случае главный врач пытается все это... Обеспечивать, да? Нивелировать, да, и обеспечить. А скажите, присутствует ли в вашей работе преемственность, скажем так? Сейчас наверняка молодежь к вам приходит, да, которые, ну, вот, вчерашние там интерны, скажем так, да? Вы замечаете разницу в обучении, вот, сегодняшней и, допустим, ваше время, когда вы учились? Есть ли такое? Не, ну, даже если взять школьную программу, даже то, как мы учились в 90-х годах, и как сейчас, школьная программа разная. То, что раньше были студенты, и сейчас студенты тоже разные. К нам приходят, да, приходят студенты с нашей медакадемии. Они достаточно хваткие, любознательные, интересуются всем. Ну, я им экзамены не устраивал, уровень их знаний не могу оценить. Но, скажем так, есть студенты, которые достаточно умные, грамотные. Ну, стремиться есть к чему всегда. Почему? Потому что студент, он в первую очередь, ну, мы все были студентами, мы знаем. Единицы хотят учиться, в основном хотят бездельничать. Ну, да, в принципе. А скажите, пожалуйста, вот, вы, исходя из своего жизненного опыта, какой бы совет вы дали тем, кто думает сейчас над тем, чтобы поступить в медицинский институт? О, сейчас, чтобы поступить в медицинский институт, сейчас же ЕГЭ, вот эти баллы, ну, там достаточно... Надо с первого класса просто учиться. Прямо с первого, да? Прямо с первого класса. Потому что сейчас захотел поступить в мединститут или в университет, а по нехватке баллов ты уже на бюджет не поступишь. Можно поступить, но на контрактной основе. На контрактной основе, да. Я говорю сейчас про бюджетную основу. Там очень большой конкурс, очень большие... Очень много студентов идет и очень много студентов-льготников. Поэтому, чтобы пройти в мединститут, то надо иметь очень большую медаль, скажем так. Что ж, все понятно. И в преддверии нашего, вернее, вашего профессионального праздника, что бы вы могли пожелать своим коллегам? Всем тем, кто причастен к этому дню. Коллегам могу пожелать только здоровья, уверенности, стабильности, чтобы в завтрашний день всегда мы смотрели с уверенностью, чтобы в наших глазах тот огонек не угасал, чтобы мы любили пациентов, пациенты любили нас. Ну, всего невозможно сказать. Врач, он врач. В любом случае, от души всем желаю искренней любви, здоровья, счастья. Что ж, Аслан Заводинович, спасибо вам большое за интереснейшую беседу. Я желаю вам успехов как в личной жизни, так и в профессиональной деятельности. Будем надеяться, что наши медицинские работники всегда будут на такой позитивной волне, скажем так. Спасибо. Спасибо за беседу. Спасибо. Ну, а с вами, дорогие телезрители, я прощаюсь. И мы увидимся совсем скоро.